Торжок Универсал Банк. Кредиты бизнесу на выгодных условиях. Здравствуйте! Как и всегда в это время, новости на телеканале «Тверь сегодня». Меня зовут Анна Шевчук. Управление МЧС по Тверской области подвело итоги уходящего года и поблагодарило тех, кто оказывал помощь ведомству. Без лишней скромности работа журналистов для информирования людей и, соответственно, предотвращение чрезвычайных ситуаций очень важна. Первый заместитель начальника главного управления МЧС России по Тверской области Анатолий Елизаров поздравил журналистов и активистов общественных движений с приближающимися праздниками и поблагодарил за совместную работу. Наш корреспондент Светлана Маркина получила грамоту за плодотворное сотрудничество, а редактор информационной службы Кирилл Амаев – медаль. Поздравляю! Не подожди, так не полагается. А, не полагается. Я аж не в кице. Еще и слово говорите. По завершению, если пожелаете, мне обязательно. Амнистия в честь 20-летия Конституции России подарит свободу около 25 тысячам человек. О самых громких помилованиях уже говорилось и не раз. В нашей области под действие амнистии также попадают заключенные. Подробнее расскажет Светлана Маркина. Отпраздновать 20-летие Российской Конституции дома смогут 19 заключенных, которые покинут места лишения свободы в Тверской области. Кроме того, не условную, а самую настоящую свободу получат и 269 осужденных без изоляции от общества, состоящие на учете в уголовной исполнительной инспекции УФСИН России по Тверской области. Это женщины с несовершеннолетними детьми, участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, инвалиды и обязательно только те, кто впервые приступил закон. Есть мнение, что частые амнистии в России говорят о несовершенстве ее правовой системы. Впрочем, есть и другая точка зрения относительно цели амнистии. Дать шанс вообще-то людям поверить все-таки в себя. И вопрос акта амнистии все-таки гуманный акт, сами прекрасно понимаете, чтобы не было, я так думаю, в целях и предотвращения повторной преступности. Человеку нужно все время давать шанс. Это мое мнение. Амнистия будет действовать полгода. За это время будут подготовлены все необходимые документы для освобождения осужденных. В октябре этого года подписан указ президента о присвоении 6-й бригаде противовоздушной обороны почетного наименования имени Трижды Героя Советского Союза, маршала авиации Покрышкина. Торжества, посвященные этому знаменательному событию, прошли в Оржеве. В годы Великой Отечественной войны и по сегодняшний день имя Александра Ивановича Покрышкина остается одним из символов мощи нашей армии. 650 боевых вылетов, 59 сбитых вражеских самолетов. Пример прославленного летчика Великой Отечественной войны вдохновлял миллионы бойцов. Александр Покрышкин стал первым в стране Трижды Героем Советского Союза. И именно он 6 лет возглавлял 88-й истребительный авиационный корпус ПВО в Оржеве. За годы руководства подразделением он проявил себя не только как выдающийся военачальник, но и как гражданин. В сложное послевоенное время он очень многое сделал для восстановления города. Сегодня 6-я бригада ПВО – одно из передовых подразделений в России, которое прикрывает объекты, войска и территории 23 субъектов страны. Присвоение подразделению имени прославленного командира – заслуга личного состава и всех поколений военнослужащих. Его очень любят наши жители. Он является почетным гражданином города Ржева. Очень много сделал для восстановления его после Великой Отечественной войны. Поэтому память о нем была в наших сердцах всегда. Ржевское соединение является передовым и по итогам 2013 учебного года занимает первое место среди соединений ПВО командования и войск воздушно-космической обороны. Благодарю министра обороны действительно за высокую оценку службы нашего соединения, за оценку истории нашего соединения. И понимая, какая ответственность ложится на ваши плечи, дорогие товарищи, я уверен, что мы не подведем и действительно воздушные рубежи нашей Родины будут на надежном замке. К событиям страны Владимир Путин вручил государственные награды и присвоил почетные звания государственным деятелям, ученым, спортсменам, военным и деятелям искусства. Награждение проходило в Екатерининском зале 1-го корпуса Кремля. Орденами за сослуги перед Отечеством Александра Невского, мужество за военные заслуги, за морские заслуги, почета и дружбы и медалями награждены более 40 человек. Среди награжденных была и жительница нашей области Наталья Скобелева. Женщина работает машинистом башенного крана. 25 декабря она награждена Орденом Дружбы. Наталья Скобелева бойко вышла за награду, ответила что-то президенту, но к микрофону не подошла. Я спросил у нее на ушко, позже сказал Владимир Путин. А вам не страшно на кране сидеть наверху? Она говорит, бывает. Здесь присутствуют талантливые и достойные люди, известные люди в нашей стране. Ваши победы – это лучшее подтверждение развития страны в самых разных областях. Вы убедительно доказали, что успех непременно сопутствует тем, кто смело и решительно реализует свои планы. Работает на совесть, болеет за дело, болеет за своих сограждан, за честь, престиж, будущее Отечества. Дерзает и добивается, казалось бы, невозможное, вызывая при этом восхищение миллионов граждан нашей страны, да и за рубежом тоже. К другим темам. В Калининградской области полицейские обнаружили тайник с пятью тоннами янтаря на сумму свыше миллиарда рублей. Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России по Калининградской области в ходе проведения обысков в цехе по переработке янтаря обнаружили тайник с пятью тоннами драгоценных камней. По предварительной оценке их стоимость превышает один миллиард рублей. Обыск проходил в рамках расследования уголовного дела в отношении бывшего владельца одного из общества, граничной ответственностью Виктора Богдана. Это дело было возбуждено по факту покушения на мошенничество в особо крупном размере, связанном с незаконным возмещением НДС на сумму около 250 миллионов рублей. Сам же гражданин Богдан скрывается от следствия и находится в международном розыске. Среди изъятого камня были обнаружены самородки весом более полутора килограммов. Как отмечают специалисты, некоторые образцы являются большой редкостью и их стоимость может составлять около 100 тысяч долларов США. В настоящее время Виктор Богдан и его сообщники находятся в международном розыске. Следствие продолжается. Работа роботов «Малыш» и «Карлосон», изобретенных петербургскими школьниками для борьбы с сосульками, была продемонстрирована коммунальным службам. Об этом сообщает РИА Новости. Команда учеников Санкт-Петербургского физико-математического лицея в ноябре заняла первое место на Всемирной олимпиаде роботов, которая прошла в Индонезии. Проект петербургских школьников предусматривает использование для борьбы с сосульками двух роботов, взаимодействующих с помощью радиосвязи. Первый робот «Карлосон» срывает сосульки с крыш домов. Второй робот «Малыш» ловит их контейнер. При этом соблюдается безопасность прохожих. Работой школьников уже заинтересовались коммунальные службы ряда северных стран, для которых актуальна борьба с сосульками. Теперь о новогоднем. Десятки людей, одетых в костюмы Санта-Клауса, приняли участие в ежегодном рождественском забеге в перуанском городе Уанкая. Помимо Санта-Клауса, гонки также приняли участие и их подруги. Девушки посоревновались в звании самой быстрой миссис Санта-Клаус. Победители получили денежные призы. Смотрим, как это было. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... ... Это для общения, для жить в спокойствии и армонии. И это, ну, это... Комитет дамов из муниципалитета, провинция Леонгайо. Премия с дамом. В пятом месте. И в завершение выпуска новости из Мельбурна. Там протестировали двухместный автомобиль, почти полностью состоящий из деталей конструктора Лего. На сборку машины ушло около полумиллиона кубиков конструктора черного и желтого цветов. Автором проекта выступил маркетолог Стив Самартино. Его идею воплотил в жизнь студент из Румынии. Большинство деталей в машине собраны из Лего, что делает транспортное средство весьма некомфортабельным. Так он признался, что удобно расположиться на сидениях из конструктора и спокойно управлять Лего-мобилем не получается. Тем не менее, Самартино остался доволен результатом работы. Машины способны ездить на сжатом воздухе. При этом поршневой двигатель также собран из Лего. Какую скорость развивает авто не указывается. Также не сообщается, что авторы транспортного средства намерены делать с ним в будущем. У нас на этом все. Счастливо! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова